Я Милюкова Ирина Николаевна, мне 47 лет, работаю в Москве таксистом. Я очень люблю Москву. Я даже, когда в отпуске, я больше двух недель не могу в отпуске пробыть, потому что меня очень тянет обратно. Больше машин надо, больше города, больше суеты. Когда я начала работать в такси, я вообще Москвы не знала, вообще. И мне один таксист сказал, хороший таксист должен знать хотя бы свой район. Это хороший таксист. А идеальный таксист должен знать практически всю Москву. Четыре года я изучала Москву, и все равно я досконально ее не могу сказать, что я знаю всю Москву. Но большинство районов я уже изучила. Я езжу на своей машине «Джелемка Кросс». Арендную машину пришлось сдать, потому что из-за пандемии не вытягиваешь аренду. Хоть таксопарки и снизили арендную плату, но все равно это очень тяжело было. Все выживали просто. Многие до сих пор удивляются, что женщина водитель такси. Да, в основном как-то получается, само собой, что пассажиры в основном женского пола, либо женщины с детьми, либо молоденькие девочки. Они с мужчинами боятся ездить, потому что был такой случай, что девушка рассказывала, 25 лет ей, и начал приставать водитель такси. Она, в общем, как-то открыла двери, разблокировала, и вывалилась перед ногами гаишника. Перекурчик. Просаживайтесь. Хорошо, спасибо. Во-первых, не ощущаешь напряжения в дороге, даже в пробке стоишь, особенно когда пробка так выматывает, а тут стоишь, а время прилетает, это очень тоже важно. Она профессионал своего делает, машину водит, конечно. Мне кажется, она может закрытыми глазами водить. А через агрегаторы это очень дорого. И стараются так вот обойти агрегаторы все, звонят. Ну, конечно, ну, в основном, вот программа РБТ есть, на которую тоже можно такие заказы определить. Вот мой диспетчер этим и занимается. Руки я не беру. Почему? Потому что... Ну, из-за безопасности даже. Я же не знаю, кто стоит, голосует. Единственное, я остановилась один раз. Девушка голосовала, был дождь. Я довезла ее до метро, она говорит, сколько я вам должна денег? Я говорю, ничего не надо, дети с миром. И девушка аж заплакала, говорит, вы не представляете, у меня последние 150 рублей, которые вы не взяли у меня. Ну, минимально я могу заработать 1000 рублей, максимально 7000 рублей. Я работаю еще и парикмахером, но очень мало. Ночью я работаю в такси, утром приезжаю домой, часов 7-8. Посплю, отдохну, кто-нибудь позвонит, подстричься, покраситься я хорошо. Назначаю встречу, приезжает девушка, мы красимся, стрижемся. И все, я потом опять отдыхаю и опять иду в такси работать. У меня еще идея есть сделать водное такси. Ну, скорее всего, для начала надо получить права на вводный вид транспорта. А потом уже думать о том, как сделать такси из катера. Может быть, скоро будут уже летательные машины. Я бы самая первая, наверное, купила летающую машину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...